Всем привет! Продолжаем знакомиться с описанием картин. Святой Доминик Наута Дафе. Конец 1490 года. Одна из самых знаменитых картин находится в Мадриде в Прадо. Автор Педро Беругетти. Его известность, прежде всего, связана с тем, что это редчайшее для испанской живописи того времени изображение Аута Дафе. Небольшая картина объединяет в виде вертикальной композиции несколько эпизодов и множество фигур. Художник изображает современную ему жизнь, кастильи, зловещую церемонию Аута Дафе, акт веры, произнесение эквизиции приговора над осужденными и их публичное сожжение на городской площади. Напомним, что действовавшая в Испании с 13-го столетия инквизиция чрезвычайно активизировалась с 1480 года, когда была учреждена так называемая новая инквизиция во главе с Торквимадой, который ввел практику Аута Дафе. На картине Беругетти инквизионный трибунал, возглавляемый святым Домиником, выседает на возвышении под большим балдахином, на помосте справа осужденные на сожжение обнаженные еретики альбегойцы. Близ помоста стоят двое осужденных в позорящих одеяниях, санбенитой коросцах, конусообразной колпаки и священник, призывающих к покаянию. Заслышив в ожидании отдаленной толпе горожан, противостоит оживление бегущих на первом плане воинов, всадников фигур знати, инквизиторов, монахов, растуждающих, беседующих друг с другом. Масштабное соотношение этих фигур расположенных в пространстве не всегда соблюдено. Сама фигура святого Доминика по средневековой традиции укрупнена по сравнению с остальными. Почти у самого нижнего края на землю брошены в беспорядке дрова для костра. Типичный для картин венецианского квартачента мотив бытовых предметов на переднем плане. Здесь наивно конкретизировано. Вот такое описание я нашел в интернете. В картине Святой Доминик на Утодаве конец 1490-х годов. Автор Педро Беругетти. Все, пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания Великие музеи мира.